Магнолия Здравствуйте, друзья! Сегодня мы напишем магнолию. Ветка магнолии с цветком. Ну, задача такого натюрмортного характера. Здесь угадывается, вы видите, ткань, которая вполне могла бы быть под натюрмортом с фруктами, с кувшинами и прочее. Ну, в данном случае ветка магнолии. Вся она очень коричневая работа. Нарочито, коричневая, такая старинная. Взяли разбавитель, взяли белило. Посмотрите, что на палитре творится. И сделали мокренькое. Ну, просто увлажнение холста. Взяли в это, стали вводить коричневый. Коричневый. Красноты. Причем, вы видите, характер укладки. Снег не, как часто делают, как на уроках я вижу, люди, когда первый раз приходят. Они выкрашивают, выкрашивают. Вот эти мазочки приличны для темперной живописи, акриловой, в общем, водяных красок. Масло любит штрих, любит жестикуляцию. Поступаем так с маслом. Вот так поступаем. И продолжаем. Разбавитель добрал. В баночке у меня чистый разбавитель. Слабопахнущий разбавитель. Коричневости, красноты. В качестве коричневого, в данном случае у нас, марс коричневый, темный, прозрачный. В качестве красного, краплак розовый, прочный. В этих коричневых работах коричневый может быть и другим. Это может быть и умбра натуральная, и умбра жженная, и любые коричневые, которых много. Разных коричневых. Ну, поскольку я своих учеников привычаю к одному коричневому, чтобы он был для них предсказуем в разных работах, то в данном случае у нас коричневый, марс коричневый, темный, прозрачный. Вы видите, достаточно нахальный набор, штриховательный набор. И влажность краски, я думаю, тоже сейчас видна на холсте. То есть она с разбавителем, и ее немало. Меру краски вы сможете определить мастихином, который покажет, достаточно ли вещества краски на холсте. Или наоборот, не много ли его на вашем холсте. Большим мастихином, поскольку плоскости большие, можно расштриховать положенное нами вещество и посмотреть, достаточно ли его и не много ли его. В данном случае достаточный слой. Только изредка появляются нахлобучки краски. Даже сама раздавленность краски мастихином, вы видите, достаточно неплохо организует пространство. Светик заменили, поменяли светик, для того, чтобы вы все-таки видели, что происходит на периферии холста. Даже вот сама укладка мастихином, стоит ее распробовать. Очень часто, смотрите, получаются симпатичные сгустки и продресси краски. Вот, допустим, достаточно симпатичный участок. Пространство здесь организовано. Хотя здесь у нас не будет этого. Но, скажем, вот этот же кусок в фоновом пятне вполне бы мог пригодиться. Возьмем коричневый. Возьмем голубизну. Будет очень черный, чернявый цвет. Этим чернявым цветом чернявую часть картины, вот эту, дополним. Дополним мастихином. И мастихин по-прежнему нам дает ориентиры с количеством краски. Есть некоторая вязкость краски, уже появляется эта вязкость. Но это нам на руку. Коричневые краски очень быстро подсыхают, становятся и подсыхают. Поэтому довольно скоро мы получим удобную для дальнейшей работы поверхность, которая уже будет почти сухой. В принципе, если утром начать коричневыми, то к вечеру коричневый будет сухой и можно выписывать по-сухому. Или как бы по-сухому. Именно коричневые обладают свойством быстро сохнуть. Здесь, ниже линии середины холста, мысленно проведем эту линию середины, и видим, ниже линии середины проходит темная часть дальнего плана драпировки. Тоже наберем ее. Возьмем розовый, возьмем голубой, но как бы в пользу розового. И ниже середины. Лучше сделать значительно ниже середины, чтобы не промахнуться. Лучше потом приподнять. И тоже подштрихуем. Темные партии не любят густую краску, поэтому расштрихованное состояние краски будет нам на руку. То есть раздавленная и расштрихованная. Похожим образом, темнота внизу картины. И здесь ее подпустим. В данном случае я уже беру розовый-синий, как вы знаете, голубой. Голубая ФЦ. Она очень активная тонально. И она дает хорошенькую черноту. Этому замесу. У нас же еще коричневый в подкладке, поэтому замес получается вполне чернявым. И тоже расштриховываю, поскольку темные партии не любят густую краску. Желательно, чтобы вы эту работу, вот эту часть работы, тоже выполняли достаточно шустренько, как бы. Здесь нет причины для сложностей вашему новичку. Поэтому попытайтесь сделать ее тоже быстренько, легенько, не застревая на этом пустяке, а заодно потренировав руку к чему-то уже широкому жесту, к свободному жесту. Фоновые пятна позволяют работать свободно. Теперь смотрим на нашу веточку. Относительно середины картины цветок находится чуть смещен. Приблизительная середина у нас здесь. Соответственно, цветок всей своей крупной массы будет обозначен нами чуть левее. вывесим мастихин выгрыз краску и готов сформировать силуэт этого пятна. Внимательно смотрим на силуэт и уточняем его. Холст у нас в данном случае итальянский. Работать на нем очень удобно. Может быть не все итальянские такие удобные, но мне попался в моей жизни этот итальянский холст. Я постоянно им пользуюсь и вам советую. Даже вот эти лепесточки вы можете наметить уточняя лезвием мастихина. Вот так поджав пальцы, вот так поджав и как будто бы ногтем. Помните, что ни туда сильно не жмем, ни отсюда сильно не жмем для того, чтобы не согнуть и не сделать неработоспособным лезвие мастихина. Пальцы, которые вы видите, прижались к мастихину не мешают ему работать, а наоборот уступили место для работы. Вот такое положение мастихина для режущих задач. Если мы себе на этом этапе прочертим рисуночек, то мы уже что-то как-то сориентируемся и у нас появится общее впечатление о нашей будущей картине. холст очень хорошо позволяет себя вот так вот резать, что, конечно, не все холсты так позволяют с собой расправляться. вот уже на самом раннем этапе мы уже видим в принципе какой-то силуэт. Этот силуэт дополним лепестками. Лепесток находится прямо в середине по высоте, чуть ниже середины. Вот такими действиями обозначим этот лепесток. Следующий лепесток относительно цветка, как и этот относительно цветка, относительно вот этих размеров вы видите лепесток несколько зашел за середину этого пространства. Зашел. Вот эти пространства для нас сейчас становятся аргументами. Из-под вот этого лепестка цветка торчит и достаточно низко торчит лепесток да, лист еще 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 один. Обозначим его. Из-под цветка торчит лист сюда. Вы видите, мастихин с удовольствием вырезает все, что мы ему приказываем. Довольно мало пространства, то есть, я вот уже ошибся. Значит, здесь смело прибавляем, потому что мало пространства остается здесь. Большой цветок увеличим его. Цветок значительно больше, чем я изначально показал. Таким образом уточняем его параметры. и здесь сразу просится прибавка. С этим мы разобрались. Еще один торчит малютка, и мы его тоже вырезанием чуть-чуть. Вот этот призрак цветка обозначили. Здесь торчит лепесток. Несмотря на то, что он темен, мы его пока делаем просто как светлый силуэт. В середину лепестка вонзился лист еще один. И от середины этого листа уходит сюда листичек. И сюда. Посмотрите, как легко если надо и пальцем мы можем сдвигать и уточнять рисунок. Поэтому не рекомендую хвататься вначале за карандаш. Вы прекрасно можете вырезать уже в готовой краске и видеть этот рисунок. Но так у вас сразу ситуация нагляднее. Мы уже набрали задник, уже немножко набрали передник. то есть так удобнее, просто удобнее. Почему в учебных заведениях часто приучены художники рисовать прежде, чем набрать краску? Во многом потому, что на время их рисования педагог свободен 4 часа от утруждений. Пока там детки уточняют рисунок. Конечно, когда они начали с красками, приходится за ними присматривать. А пока они там калякают карандашом, педагог обычно посвободнее и он навязывает эту формулу решения. Хотя работа от пятна это тоже классика жанра. Это нормальная работа художника. Я не придумал какой-то сверхъестественный способ. Красноту хочу добавить. Беру краплак розовый прочный и немножко добавляю кадми желтый светлый. который вероятно у вас заготовлен. И вот тоже расштриховыванием пока дополняю и обозначаю площадку лежачую. Поскольку она лежачая, то главное движение здесь должно быть обозначающее ее лежачость горизонтальное. краска раздавлена. 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 Не сбрита, а раздавлена на холсте в этом месте. она плотно уже легла. Всякий разбил обычно ложится плотно. И вы видите некоторую плотность по отношению к темным местам выраженную плотность. Возьмем маленький мастихин и, например, возьмем белильца и наш рисуночек начнем наполнять светом наш цветок. вштриховываем белильное. Просто делаем перемол краски на белильный. Скажем, почему бы нам сначала карандашиком не набрать и тогда не пришлось бы перемалывать. Да потому что лучше перемолоть коричневый, который сейчас подмешался в белый цвет, делает белый союзным со всей картины. То есть она не эта белизна, будучи не раскрашенной, а вписанной, не выглядит чужеродной всем остальным пятнам. не смотря на то, что нам предстоит ее позеленить и прочее. Ну вот мы чуть-чуть сейчас позелением. Возьмем бирюзовый и желтый и в тех местах, где темно зеленит, подложим этот цвет. Вы видите, я сознательно расштриховываю раздавливаю краску, расштриховываю, раздавливаю. Все подмешивается во все и становится цельным. Штрих, штрих мастихином. лишнюю красочку собрал и сдал на палитру. сдал не сюда, как многие делают, не сюда, а сдал на обратную сторону. Остаток вытер в тряпку. Все, что будет положено здесь, обязательно окажется на штанах. И вместо праздника письма у нас будет досада уборки. Вот. Можно и это подтереть. Вот те светлые места, которые вы видите, я сейчас подтираю еще. И на их место опять навязываю белила. Эти белила уже легли еще белее. и тоже наштриховываю, наштриховываю. Краски у нас немного, она расштрихована и раздавлена. Чтобы вы понимали, к чему мы это делаем и к чему идем, я в одном из мест поставлю как бы финишный мазок. Как бы финишную светлость. И вы сейчас видите, что прозрачность коричневая, то, что в подкладке чуть-чуть коричневеет и зеленит и все, что мы туда укладывали, мигает, дает эффект прозрачного и глянцевого. что само по себе хорошо для нашей картины. Некая прозрачность свечка. Опять же, можно чуть-чуть обозначить вехи рисунка. Но это уже белый, светлый, внятно светлый. Вот. И вы сделаете у себя то же самое. вы видите, палец хороший рисовальщик всячески помогает нам. Вот до этого состояния доведите, я сделаю небольшую паузу. продолжим нашу работу. И прежде чем продолжить, я бы хотел проговорить одну полезную для всех нас вещь. Очень много пиратских сайтов, которые, пользуясь случаем, зарабатывают на моих видео. И если вам интересна наша дальнейшая работа, наше дальнейшее творчество, не покупайте видео, ссылки на видео на других сайтах, на сайтах пиратских. Не пиратские сайты, а мои сайты, сайты мои и моих ближайших родственников сейчас будут перечислены на экране. Ну вот сейчас здесь-то у нас уже какой-то порядочек появился, а здесь еще не хватает порядочка. Немножко пройдемся и здесь. Опять напоминаю вам, что лучше работать сразу везде. Не застревайте на каком-то куске, не выписывайте допустим только этот кусок или только этот. Везде пройдитесь, чтобы не было этих несовершенств в картине, которые в общем-то в том числе и портят настроение. Итак, берем розовый, давайте расчистим палитру под розовый. Берем розовый, берем желтый. Получился такой кадмиевый алый цвет. И вот эти места, особенно ребро, которое должно быть несколько ярче остальных мест. Поскольку оно подвержено свету от собственного изгиба, начинаем укладывать. Драпировки сложная вещь. И часто на драпировке ломаются копья. посоветовать могу одно. обратите внимание, что характер укладки у меня характер, вернее, письма сейчас прицельный. То есть я целюсь и ставлю одно-два движения, а не десять. Не копошитесь кистью. я знаю, что у многих привычка копошиться, постарайтесь удержаться от этого. методом. Максимум прицельного и минимум копошни. Вы видите, укладка по плоскости, штрих по плоскости дал идею плоскости. веточка идет и тает пространство. сейчас произошло некоторое размазывание и я тут же пальцем размазывание устраняю. Пальцем устраняю, но зато появляется движение по листу, по плоскости листа. еще раз молнии, которое акцентно звучит. Чуть толкнул сюда, чуть сюда и так же как наверху пальцем окончание упаковал. пустая кистью. можно вот так раздавить пустая кисть сухая пустая кисть можно ею раздавить до до штриха до штриха по плоскости это тоже трюк которым стоит пользоваться освоить его он не сложный о нем просто многие даже не догадываются когда пустая кисть сейчас еще раз посмотрим как она это делает пустая кисть размазывает в такую молнию молнию свет махрится клубится и в то же время выражен молния видно лампу что-то что-то ну что-то здесь Раздавленная краска. Раздавленная. Вы видите, заслонить не сложно. Идею округлости. Дальше. 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 Опять пришел на помощь. Пришла на помощь пустая кисть Обратите внимание Темное на светлом Светлое на темном Хотя участок очень небольшой Выгодный ход Чуть подраздавил Чуть подуточнил Из-за всех Отрогой Рефлекс от отражателей, но преувеличенно светлый. Но не светлее света. Обратите внимание. Значит, на этом мы этот сеанс закончим. Будет сеанс работы по-сухому. Вы познакомитесь с задачей этой же задачи. Как ее выполнить по-сухому. Как ее выполнить. И вообще, что следует учесть и как заниматься дописыванием. Что вообще за проблема при дописывании. Проблем при дописывании много. Я вас с ними познакомлю. Это будет продвинутый курс. То есть, мы это доведем до совершенства. До встречи.